какая нарядная красавица привет всем сегодня понедельник я заставила себя заниматься спортом потому что спортивные залы до сих пор не открылись и вот эти вот мои всякие конструкции они не очень мотивировали поэтому как могла так и занималась а точнее быть не занималась а вот сегодня проснулась и прям жужуку попросила открою мне зонтик пусть у меня тенек будет и прям так хорошо хорошо позанималась прям чтобы вспотеть так хорошенечко так и начнем нашу неделю сегодня понедельник несмотря на то что сегодня понедельник сегодня троица сегодня во франции выходной день но не у меня кстати говоря курс прохожу от елена антоновой сдувательный кто такая елена антонова могу оставить ссылочку я очень хорошо знаю мы с ней знакомы лично так вот и не об этом там нужно сок алоэ пить если вы знали какая это гадость этот сок алоэ поэтому все что я придумала это смешивать его с витамином c так еще как-то можно или выпить по-другому у меня не получается короче я это сделала во имя нашей любви так сказать и во имя того что он у меня просил об этом нет он мне не просил об этом он мне сказал что это некрасиво то что у меня было это что то что у меня было я взялась вот вместе помойки и гуляешь варят долг самодельный ту он не показывает это что пироженки есть игру нет вообще не волнует вашу пирожен я же с ней не пирожен станьте от меня за зуми французскими цветы я надеюсь что я все правильно сделала потому что блин побрить саму себя взяла пилота брала вот это то что здесь торчали вот эти волосы зла его машинками так сбрила вроде ровно но страшно и пухтуак уже писал я думала сейчас я говорю это я для тебя сделку спасибо большое я думала еще скажет ну зачем не стоило так себя унижать моим бритвенным станком а он сказал молодец тебя нет он сказал спасибо благодарный француз хватит спасибо большое это замечательный подарок но больше домой не носи пусть они там в саду но эти я сейчас выбирают это не робота как это называется правильно кухонный комбайн дать и в общем я остановилась наконец-то на одном который я действительно хочу и почему потому что я давно уже сравниваю какой купить но этот есть в суши варе и она мне сказала что она его купила знает сколько лет назад и там этот робот как у меня есть один да но он как бы пластиковый такой еще из пластмассы и он для каких-то очень легких целей там капусту порезать картошку не знаю а вот чтобы делать пироги для детей я искала какой-то очень мощный аппарат потому что ну не хочется дать чтобы потом сгорел этот мотор за какие-то за три пирога так вот я видела когда она делает тесто для этих японских мы назовем японские равиоли для короче для акао например да это тесто оно прям знаете крутится вот так вот оно достаточно твердое и вот у нее вот этот вот этот вот у нее робот кенвуд к аж с 29 п зеруси просперу короче смотрите у него сколько здесь деталей всяких и тесто можно месить и в общем и резать что-то и даже можно сок выжимать смотрите как удобно все как бы в одной кучке получается стоимость такого аппарата 323 евро я бы очень хотела очень заглянула в свой телефон планы свои смотрела на день у меня просто некоторые планы я допустим заношу я знаю что это нужно делать а в понедельник во вторник некоторые пункты они у меня еженедельные там да или ежедневные даже есть такие но есть некоторые которые я там думаю надо вот это вот будет реализовать а когда примерно в июне например там там и сейчас я вам покажу один план я не знаю что у меня было в голове чтобы это написать начать принимать холодный душ по владимир макеев . нет по правде сказать вам дамы и господа я понятия не имею кто такой владимир макеев но раз я так написала значит какой-то ведомый купец потому что нужно смотреть чем он таким занимается что он прям меня заинтересовал этим холодным душем наверное закаляться хотел возможно кстати да я не заболела эти зимой ни разу ни разу но периодически до одно это у меня своя отдельная проблема но постоянно забивается как только выпил алкоголь у меня забитый нас потом 24 часа а так я вообще не болела и видимо настроен решительно буду поэтому владимиру макееву чего делать душ холодный принимать но я потихонечку начну или скорее всего у него какая-то система интересная что по ней легче всего начать еще знаете я хотела этим летом попробовать делать ну-ка скажите как это называется то мыло из круп когда ты им натираешься как самого мыла то нету блин как же она называется и им пользуется когда делают промасливание тела и то же самое вот этим этим этими крупами моется там гороховая мука может присутствовать масла какие-нибудь как-то называется так странно ну не русское слово так вот я хочу это попробовать использовать этим летом по мы бутам бутам кажется так называть так вот я хочу попробовать это сделать этим летом. Почему я не делала этого до? Потому что я боюсь, что это может забить канализационные трубы, а у нас она как бы индивидуальная здесь система, не общий сток, поэтому нужно аккуратно с этим. Но у меня есть душ на улице, и я вот ждала очень жаркой, теплой погоды для того, чтобы использовать этот душ на улице, и, соответственно, все вот эти крупы будут вымываться в землю, уходить. Попробую, что это даст, потому что говорят, что ощущения очень приятные, и кожа становится совершенно другой. А мне бы очень хотелось поменять, не поменять структуру кожи, а немного поменять ее, мое ощущение кожи, потому что она не в лучшем состоянии, к сожалению. Опять едой похвастаюсь. Жужука приготовил это ковачки, тушеные карри, это грибы, немного грибов с чесноком, петрушкой, ну а здесь салат. Это салат, это ты, да, делал? Да. Тут и помидорки, огурчики, лук, перец желтый, красный, в общем, всего в кучу и по чуть-чуть. Да, да, выбирай, выбирай, какой ты хочешь. Жужука не выдержала. Сколько ты уже дней хочешь эти профитроли? Каждый раз садиться кушать, блин, забыл профитроли купить. Ну вот. Давай я тебе помогу, доченька, помочь? Да, папа тебе поможет. У нас такой же на свадьбе был, да? А мы нож. С этой ламемки он аюху, он а я же? Ой, у нас такой же на свадьбе был. Это традиционное. Да ладно. Короче, вся семья решили сами почистить и бассейн, потому что уже месяц не приезжает бассейнист. Когда он приедет, конечно, у него будут серьезнейшие проблемы, серьезнейший разговор с нами, но сегодня делают это они. А я немножко вернусь за компьютер, потому что мне нужно составить клиентскую базу. добавились люди, чтобы не путаться. Короче, сейчас прям ее сделаю. Ну-ка, покажи мне, что ты нарисовала. Ей вчера ты, о, где ты мелкий, нашел. А, сэкомлю таблюду ли коль? Нет? А что? А, окей, поиск сокровищ. Это карта поиска сокровищ он тут нарисовал. Ну, я пока ничего не вижу, здесь никаких сокровищ. Ясно, я тебе не мешаю тогда. Окей. И вот еще. Вот, вот, вот. А, это отсюда начинается, да? Да, как? Окей. Всем огромнейшее спасибо за то, что вы писали вчера мне комментарии по поводу моих сомнений, что мне делать с этим рестораном суши. Наверное, я неправильно еще объяснила ситуацию. Дело в том, что обеденную... Вопрос был про обеденный сервис. То есть, то, что я буду продолжать вечером работать, это совершенно точно и ясно. До окончания контракта я там останусь. После, это уже другой вопрос. Это был вопрос про обеденный сервис. И вот я потом этот же вопрос мужу задала. Вам задала, мужу задала. А мне муж вечером лежит и говорит, Слушай, вот я когда на тебя женился, ты была бараном. Я говорю, ты как бараном? Он говорит, баран, который вот идет в свои ворота и все. Что бы ни случилось, все равно прет вот на пропалу и все. Говорит, куда этот баран делся? Что ты, говорит, у меня спрашиваешь, чем тебя заняться? У людей спрашиваешь. Ну, 30% людей написали, конечно, надо продолжать работать в суши-баре. 30% сказали, нет, надо работать на себя, не надо на тетечку. И еще 30% ответили, что и то, и другое. Вы понимаете, то есть в любом случае вопрос остался открытым. Вот мне мужик говорит, и толку, вот ты спрашиваешь. Говорит, иди как раньше, как баран в свои ворота. Говорит, куда мой барашек делся? Я говорю, тут я, барашек. Так что он сказал, иди, делай так, как хочешь. И действительно, я же знаю, как я хочу. Зачем я спрашиваю? Самый главный показатель того, когда я закончу, работала в ресторане, в суши-баре, это когда моя деятельность по ведению страничек инстаграма, плюс предложение разместиться на нашем сайте, где можно делать заказ, типа как деливера мы сделали, но только этот заказ можно уходить, забирать самими и делать многопрофильные заказы. То есть не в одном ресторане, а, например, в двух ресторанах и в одном магазине. Картошка тебе нужна, например. Вот так. Сейчас у меня шесть клиентов, которые подписаны, у них абонемент. Я веду их странички в инстаграме. Есть те люди, которые платят 99 евро, ну, всего лишь один человек, остальные пять человек, это 129 евро в месяц. У нас контракт такой. И получается, что, по сути, мне нужно всего лишь 10 таких клиентов для того, чтобы уже получать ту же зарплату, что я получаю сейчас в ресторане, в суши-баре. Но вот когда вот этот баланс сойдется, когда у меня будет вот такая ежемесячная прибыль, то в этом случае, скорее всего, я и остановлю свою вот эту ресторанную деятельность. И сегодня я и об этом сказала. Поэтому вот так. Я еще рассчитываю очень на эту среду, куда она меня отправляется. Она не хочет туда идти, потому что, говорит, ничего она не поймет. А в среду собираются все коммерсанты нашего городка, и я им предложу свои услуги. Это, между прочим, очень нужная функция, потому что не все люди, а не все маленькие коммерсанты знают о том, как можно оцифровать бизнес и как можно реально давать о себе знать путем социальных сетей. Я когда рассказываю, иногда у людей вот такие глаза, да вы что, разве такого может быть? Ну вот может. Вот, поэтому я делаю очень нужное дело, которое реально очень помогает маленьким коммерсантам, особенно сейчас, за очень небольшие деньги, потому что иметь реально коммунити-менеджера своего, это не будет стоить 129 евро в месяц, правильно? Тот, кто приедет, сделает фотки, разместит там и прочее. Поэтому у меня отличное предложение, и в моих услугах нуждаются. Но я в темноте. Но я не могу вот так взять и расстаться прям, и сказать, все, у меня все дело пошло, типа давай до свидания. В любом случае у меня контракт до июля, поэтому вот так я все правильно делаю. Лягушек хотите, опять я сейчас подойду туда, но ору на них, и они прекратят гоготать. Вот, слушайте, как гоготят, да? Так. А ну-ка прекратите! Вчера это сработало, а сегодня не работает. Заткнитесь! Уж они русские не понимают. Тогель! Тогель! Ахат! Не хотят. Стоп! Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...